Здравствуйте! Я приветствую вас на своем youtube канале. Я хочу вам показать и рассказать рецепт приготовления квашеной капусты. Она получается отличного качества. В конце видео будут три секрета. Выбираем сорт капусты, предназначенный для квашения. Это большие плотные кочаны. Кочаны капусты зачищаем от гнилых и зеленых листьев. Нам понадобится 10 килограмм нашинкованной белокочанной капусты. Для квашения капусты я использую эмалированный бак. На 10 килограмм капусты нам понадобится 500 грамм моркови, натертые на терке. На это количество овощей нам понадобится 250 грамм поваренной соли. Морковь, капусту и соль тщательно перемешиваем. Капусту тщательно перемешала, чтобы соль и морковь равномерно распределились. Капусту по краям придавливаю большой тарелкой. Оставляю тарелку посередине, а сверху ставлю груз. У меня это банка с солью. Сверху накрываю тканью и оставляю при комнатной температуре. На следующий день убираю с капусты груз и тарелку. И протыкаю капусту до дна бака в нескольких местах для удаления углекислого газа. Протыкать капусту желательно три раза в день. После того, как проткнули капусту, тарелка и груз ставятся на прежнее место. Если рассол не покрывает капусту, то груз нужно увеличить. Если рассола много, вес груза уменьшаем. Капуста у меня стояла двое суток при комнатной температуре. Далее я ее вынесла в более прохладное место. И там она у меня стояла 4 дня. Капуста готова. Получилась очень вкусная. Сейчас я ее буду раскладывать по банкам. Капусту я разложила в чистые, сухие, стеклянные банки. Банку сверху накрываю полиэтиленовой крышкой. И храню капусту в подвале. Капуста, приготовленная по этому рецепту, отлично хранится. Вот этой капусте один год. Она сохранила все свои вкусовые качества. И даже хрустит. Итак, секреты. Первый секрет. Квасить капусту нужно только на растущей луне. Второй секрет. Квасить капусту нужно в четверг или вторник. Третий секрет. Для девочек. Ни в коем случае капусту нельзя квасить, когда у вас критические дни. Капуста просто не получится. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok